Безопасность дорожного движения во многом зависит не только от качества дорог, но и от их освещенности. Этим летом в Надыме установлен проектор визуального оповещения. О функциях и задачах инновационного оборудования расскажем далее. В рамках постановления правительства Российской Федерации по импортозамещению в Надыме установлено оборудование отечественной разработки для проекционной подсветки пешеходного перехода. Эффективность его использования покажет время. Буквально по пальцам можно посчитать города, которые адекватно подошли осознанно к этому вопросу. У вас это было в наилучшем виде все сделано. То есть люди, которые на земле там работали, и по гирской, которые опору нам устанавливали, все учли. Все наши пожелания, все замечания по поводу существующей опоры, все было отработано до того еще, как мы к вам отправили приборы. Конструкция довольно простая, однако световой поток достаточно мощный. Поэтому для установки оборудования очень важно выбрать участок дороги, который отвечает всем требованиям подрядчика. Служба муниципального заказчика был заключен договор на поставку и установку оборудования проектора визуального оповещения, важный акцент 230. Это пешеходный переход, установленный в районе ФЦ на улице Зверева. Мы рассчитываем, что данное оборудование значительно повысит безопасность на дорогах общего пользования у нас в городе. При положительной практике, конечно же, будет рассматриваться возможность применения данного оборудования и на других пешеходных переходах города. Чем больше средств управления, тем выше вероятность отказа. Прибор разработан по максимально простой схеме. Установленные на опоре проекторы дублируют рисунок разметки, нанесенный на дорожное полотно. Современное оборудование не требует никаких дополнительных настроек. Организация дает пять лет гарантии на его использование. Ежедневно в темное время суток пешеходный переход включается одновременно с основным городским освещением. Основных задач на самом деле у приборов всего две. Первая – это в случае механического истирания разметки. Она само собой истирается. Продолжать дублировать картинку на асфальт о том, что она там в принципе присутствует. Второй момент – это снег, дождь, туман, плохие условия видимости как разметки, так и воздушной среде. Прибор должен компенсировать. По словам руководителя подрядной организации, на этом пешеходном переходе впервые была применена новейшая разработка компании. Она превосходит существующие аналоги как по качеству цветопередачи, так и по надежности работы всей системы в целом. Также на крайних проекторах опоры установлены дополнительные прожекторы. Они направлены непосредственно за переход. Это позволяет исключить эффект маскировки пешехода. То есть, выходя из темноты на яркую полоску света, человек не станет для водителя сюрпризом. Приятно видеть, что город развивается, что какие-то новые технологии внедряются, которые положительно будут сказываться на качестве жизни и на безопасности населения в первую очередь. Что в любое время года, в любое время суток все будет видно. Хотелось бы вообще по городу, потому что действительно здесь у нас, как сказать, 9 месяцев зима, остальное лето, темнеет очень рано. Я считаю, что если бы это было по всему городу, это было бы хорошо. Инициативу поддержали и сотрудники Надымской госавтоинспекции. В районе Зверева 26 было зафиксировано три дорожно-транспортных происшествия, в результате которых пешеходы получили повреждения различной степени тяжести. Виной всему недостаточная видимость в условиях неблагоприятных погодных условий. Допустим, в пасмурную погоду свет фар отражает у нас мокрый асфальт и ослабляет водителя, в результате чего пешеходов попросту не видно. В ходе этого, чтобы минимизировать происшествия дорожно-транспортные и также различные тяжелые последствия, такие как повреждения пешеходов, было инициировано установить проекционный пешеходный переход. Надым стал первым городом региона, где установлен проектор визуального оповещения. Зима впереди снежная и продолжительная. В условиях северного климата светящаяся зебра станет незаменимым помощником и гарантом безопасности всех участников дорожного движения, особенно в темное время суток. Елена Захарова, Равиль Фахруддинов, местное время, Надымский район.